Добрый день, дорогие зрители! С вами снова канал Может Бахнем. Сегодня мы планировали рассказать об еще одном легендарном оружии, легендарном главным образом в кино, которое тоже часто связывают именно с Израилем, пистолет Пустынный Орел. К сожалению, у нас получится сегодня рассказать в основном об его проблемах, потому что бахнуть, как вы увидите позже, из него сейчас нельзя. Десерт Игл, пожалуй, самый легендарный голливудский пистолет. У нас самая правильная модель, хотя ошибочно считаю, что этот пистолет создавался под патрон 50 Action Express, на самом деле это не так. Самая первая модель Пустынного Орла была именно под патрон 357 Magnum, как у нас. Задумали его еще в конце 70-х на американской фирме Magnum Research, но задумать пистолет и довести его до серийного производства, как неправильно говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому американцы обратились к израильтянам из фирмы Israel Military Industries Ltd., которая тогда была частной конторой, и первые Пустынные Орлы были собраны для США, именно в Израиле. Полностью производство в США локализовали уже в нашем тысячелетии. Сам замысел был довольно смелый. Хотели сделать пистолет, который будет нормально стрелять наиболее мощными на тот день боеприпасами для краткоствольного оружия. То есть 357 Magnum, в 86-м году добавился 44-й Magnum. В принципе, планировалось сделать еще несколько вариантов. Например, был вариант под 41-й Magnum. Как очень интересно выразился о нем конструктор фирмы, когда в продаже не было ствола под 41 Magnum, люди его хотели. Когда этот ствол появился, в продаже его практически никто не покупал. Поэтому на сегодняшний день, в принципе, основными самыми ходовыми калибрами для этого пистолета это 357 Magnum, 44 Magnum и 50 Action Express. Хотя, возможно, и другие варианты, что называется, все за ваши деньги. Автоматика этого пистолета совершенно необычна для краткоствольного оружия. Она базируется не на идеях Джона Мозеса Браунинга к концу 20-го столетия, уже всем изрядно поднадоевших. А как замечательно выразился один из конструкторов, это поместь АК-47М-16. То есть газоотводная схема с затвором, очень напоминающим винтовку М-16 с ее многочисленными лепестками. К слову, американцы, опять же, также уверены, что именно похожий затвор был впоследствии использован теми же израильтянами Сэми в их штурмовой винтовке Тавор. Идея получилась достаточно удачная, конструкция рабочая, но, тем не менее, за все 30 лишних лет своего существования пистолет, можно сказать, поступил на вооружение только одной силовой структуры, как, опять же, шутят в интернетах, это армия освобождения Голливуда. Ни одна реально существующая спецслужба, армия и так далее на вооружение его не приняли, хотя, естественно, закупленный в частном порядке он вполне мог быть у кого-то из офицеров. Зато Голливуд принял эту новинку на ура. Уже в 1986 году, буквально сразу же после появления пистолета в продаже, вышло несколько фильмов с ним. Один из них – это «Год дракона». Что интересно, с ним там снимался как раз молодой Микки Рур, который впоследствии пренебрёг им в фильме «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». А второй фильм, который, собственно, и создал славу этому пистолету, это «Команда» с Арнольдом Шварценеггером. После этого началось триумфальное шерствие «Десерт Игла» по экранам Голливуда. Практически ни один серьёзный боевик не обходился без него. Кадров нарезки с ним более чем достаточно. И вслед за Голливудом, естественно, большинство, многие американские стрелки тоже начали, как орки из Вархаммера, приобретать большую бабаху, чтобы делать громкий бум. Однако, по мере приобретения и стрельбы из пистолета, на американских форумах начали появляться темы, посвящённые «Десерт Иглу». В основном они начинаются со слов «Десерт Игл» – «джам-джам-джам» и далее следует описание проблемы. Наиболее типичный для «Десерт Игла» – засорение газовых путей, поэтому на сайте фирмы красуется очень большая табличка, где она специально предупреждает, что ни в коем случае нельзя использовать для стрельбы из этого пистолета патроны с… Барнаул. Очень метко, да. Барнаул, я думаю, совсем нельзя совать в этот пистолет. Я, правда, не помню, делает ли Барнаул подходящие для него патроны, но если начнёт делать, лучше не испытывайте «Десерт Иглы» Барнаулом. Но в любом случае фирма не рекомендует стрелять из «Десерт Игла» патронами со свинцовой пулей или хотя бы с оголённой головой. Дело в том, что свинец очень быстро соряет газовый порт, очистка газовых путей на «Десерт Игле» от наслоений свинца – это даже в бытовых условиях довольно сложное занятие, иногда попадаются такие тяжёлые случаи, что даже сама фирма не может починить посланные на ремонт пистолеты. Кроме того, пистолет очень чувствителен к мощности боеприпаса, хотя конструкторы предусмотрели некий запас благодаря двойной возвратной пружине. Пистолет нормально работает до сликоне со всеми типами боеприпасов, и очень часто именно на мощность боеприпасов тоже поступают жалобы от пользователей. Ну, ещё один повод для войны – это так называемый «слабый хват», поскольку очень многие стрелки списывают проблемы с пистолетом на то, что, дескать, пользователи недостаточно плавально его удерживали, именно из-за этого у них получались какие-то проблемы при стрельбе. Ну вот, замерить «слабый хват» точно каждый раз не получается, это дело такое субъективное, а вот то, что у пистолета множество проблем именно из боеприпасов – это признанный факт и вполне подтверждённый. Но конкретно у нашего пистолета проблема даже не в боеприпасах, бахнуть мы не сможем из-за той самой возвратной пружины. Вот она в целом виде, а вот то, что осталось от второй. При этом на стрел на конкретно этом пистолете, не сказать, что достигает какие-то совершенно фантастических цифр, как у того же «Глока» за сотню тысяч. Да, это тировой пистолет, он достаточно активно эксплуатировался, но, как вы сами понимаете, люди не очень много бабахают даже 357-м магнумом из десертов. То есть поломка случилась буквально на нескольких тысячах выстрелов, и нельзя сказать, что это очень оптимистические цифры. Более того, мы даже не знаем, когда мы сможем снова бахнуть из него, поскольку, как оказалось, эти пружинки даже и в США являются дефицитом, и вряд ли это как-то связано с нынешней оружейной паникой из-за пришествия к власти демократов. Скорее всего, это тоже очень распространенная проблема для владельцев пустынных орлов. В целом, можно сказать, что кроме Голливуда, пистолет в реальной жизни, хотя на сайтах пишут, что он используется и для спорта, и для охоты, но насколько мне удалось составить впечатление, в основном его покупают именно для развлекательной стрельбы, то есть сделать большой бабах, а в спорте, где действительно, особенно на соревнованиях, имеет значение каждый выстрел, тем более на охоте, где от оружия может зависеть ваша жизнь, этот пистолет стараются не использовать. Но бабах из него получается действительно эпичный, то есть я стрелял и с 357-го, и с 44-го, и с 50-го. Вспышка, да, то есть если на вас будет пчаться чем-то разъяренный слон, и 7-8 выстрелов не хватит, чтобы посадить его на задние ноги одной лишь вспышкой грохотом, вы всегда сможете кинуть его в него напоследок чем-то тяжелым. Есть шанс, что его остановит хотя бы это. Чего у десерта не отнять? Это его харизматичного вида. Выглядит он действительно очень здорово. Такая крутая мужская пушка. Я надеюсь, что пружина к нам все-таки дойдет, и мы сможем из него бабахнуть для вас. Ну а пока, до свидания десерт-игл, и до новых встреч, зрители! А теперь ты начинаешь сморщиваться. И твои маленькие яички сморщиваются вместе с тобой. Это потому, что на боку твоего пистолета написано «Гуляж». А на боку моего пистолета написано «Дезерт Игра». Калибра 50. Ловить здесь тебе нечего. Вместе с твоими яйцами. А теперь... А теперь... А теперь... А теперь... Продолжение следует...